Государственная компания «Автодор» презентовала концепцию развития российских дорог на ближайшие 15 лет. Так к 2035 году построят или реконструируют более 17 тысяч километров трасс, платных и бесплатных. Это международный коридор Европа-Западный Китай, обходы столичного региона, дороги на востоке и Черноморском побережье. У нас на территории Российской Федерации полтора миллиона километров автомобильных дорог, с которых на платные дороги приходится чуть более двух тысяч. В стратегии развития дорог мы себе поставили ограничение, что это количество не должно превышать ни при каких условиях 5%, и нам до этих 5%, скажем так, еще далеко. Новые дороги позволят существенно экономить время, перемещаясь по стране. К примеру, поездка от Белорусской до Казахстанской границы сократится на 9 часов, а от Екатеринбурга до Черноморского побережья на 11. Скоростной лимит при этом останется прежним – 130 километров в час. На дороге первой А-категории расчет на скорость 150 километров в час. Если даже сейчас мы на первой А-категории разрешаем скорость 130 километров в час, а с учетом нештрафуемого лимита 20 километров в час, вот уже 150, больше ехать по дороге нельзя. На скоростных магистралях появятся пункты взымания платы типа «свободный поток». Они избавят водителей от необходимости останавливаться, чтобы рассчитаться за проезд. Технологически это П- или Ш-образные опоры над основным ходом дороги, на которых размещено оборудование. Это антенны, это видеокамеры, это лазерные классификаторы, которые, собственно, формируют транзакцию проезда каждого автомобиля под этой опорой. Первые подобные установки появятся в 2020 году на новой магистрали вокруг Москвы, центральной кольцевой дороге.